МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика, в студии Татьяна Молокова. Чувашия получит из федерального бюджета средства на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности. Куда они будут направлены, обсуждали на заседании Кабинета министров. Подробности в нашем репортаже. Конкурс на грантовую поддержку местных инициатив граждан в Чувашии проводится второй год. В этот раз поступило 8 заявок, победили спортивные проекты. Так, в селе Аликово построят многофункциональную спортивную площадку, а в деревне Сыбайкосымар Гаушского района появится хоккейная коробка. В общей сложности привлечь на эти проекты планируется почти 2,5 миллиона рублей и 855 тысяч из федерального бюджета, более 366 из республиканского. Еще по 770 тысяч из муниципальных. Около полумиллиона должны добавить граждане и индивидуальные предприниматели. И условия софинансирования, то, что с муниципалитета сказали, по бюджетам там смотрели внимательно, они обеспечивают софинансирование с муниципального бюджета. Или все это зависает. С софинансированием проблем возникнуть не должно, отметил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов. Следующий вопрос заседаний был куда менее приятным. Порядок ликвидации неиспользуемых скотомогильников. На сегодняшний день все скотомогильники, находящиеся на территории Чувашской республики, не действующие. Биологические отходы с 1978 года утилизируются путем переработки на Цивильском ветеринарно-санитарном зонном заводе. И захоронению не подлежат. По предварительным данным у нас количество скотомогильников может сократиться до 100-120 останется. А остальные, которые не имеют сибирь, не имеют других особо опасных заболеваний, они будут ликвидироваться. Данный проект согласован и с природоохранной прокуратурой, и с Росисхознадзором. На ликвидацию из республиканского бюджета потребуется около полумиллиона рублей. Зато, согласно санитарным правилам, после ликвидации данной территории можно будет использовать под строительство промышленных объектов. Кроме этих, в повестке значилось около двух десятков вопросов. Говорили о розничных ценах на газ, подготовке к празднованию юбилея Ильи Юрьева и изменениях предыдущих постановлений Кабинета министров. Правительство России разработало концепцию демографической политики на период до 2025 года. Идет поэтапная ее реализация. Текущую ситуацию глава правительства Дмитрий Медведев обсудил с руководителями регионов в режиме видеоконференции. В ней принял участие и Михаил Игнатьев. Еще 10 лет назад ситуацию в демографии казалось невозможно изменить. Рост смертности, низкий темпорождаемость и невысокая продолжительность жизни. Практически все аналитики, по словам Дмитрия Медведева, прогнозировали колоссальные демографические проблемы. Сегодня стране удалось справиться с целым рядом неблагоприятных тенденций. Впервые более чем за 20 лет в России зафиксировали естественный прирост населения, который в прошлом году составил около 30 тысяч человек. Продолжительность жизни тоже выросла. Сейчас это 71 год. Стало по понятным причинам рождаться больше детей. В прошлом году на 17,5 тысяч больше, чем в 2013, в том числе вторых и третьих, к чему мы стремились. Многодетных семей появляется все больше. По этому показателю мы обогнали целый ряд европейских стран, но что, откровенно говоря, сделать не очень сложно, потому что там рождаемость тоже очень такая низкая. Есть и тревожные тенденции. В прошлом году начала увеличиваться смертность и уже за первые 4 месяца текущего года, то есть января по апреле, показатель вырос на 3,7%. Скажем прямо, есть разные гипотезы о причинах роста, включая и следствие роста продолжительности жизни и, по понятным причинам, как следствие старения населения и увеличение количества смертей. На видеоконференции выступили руководители регионов, где темпы рождаемости снижаются. Это и Алтай, и Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Мордовия и Магаданская область. Что же касается Чувашии, то здесь сохранились позитивные демографические тенденции, наблюдаемые в республике на протяжении последних трех лет. А коэффициент рождаемости выше среднего значения как по России, так и по Приволжскому федеральному округу. Юлия Важенина, Расиль Мухамедов, Республика. На заседании регионального полицовета Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» было рассмотрено несколько важных вопросов. На нем принято решение о проведении предварительного внутрипартийного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатам на должность главы Чувашской республики. Кроме того, 24 июня пройдет конференция регионального отделения партии, на которой будет рассматриваться вопрос о выдвижении кандидата на должность главы Чувашии. Также принято решение предложить президиуму Генерального совета партии кандидатуру Вадима Николаева на должность члена Совета Федерации, представителя от Государственного совета Чувашии для внесения в парламент республики. В Чебоксарах состоялось торжественное собрание, посвященное Дню социального работника. На праздники чутких сердец побывала и наша съемочная группа. О гуманности, милосердии и доброте сегодня много раз говорили со сцены театра оперы и балета. И говорили не случайно. Эти слова наиболее точно характеризуют такую профессию, как социальный работник. Ваши человеческие отношения к тем людям, которые обращаются в ваш адрес, дают им дополнительную уверенность, уверенность завершения, что они не обделены со стороны органов власти, что они со своими бедами не остаются один на один. Одним словом, ваше милосердие – это как настоящее хорошее лекарство для здоровья любого человека. В Чувашии действуют 23 центра социального обслуживания населения, которые расположены как в районах, так и в городах. В них жители республики всех возрастов получают необходимую поддержку. Различные услуги предоставляются и на дому тем гражданам, которым по состоянию здоровья трудно передвигаться самостоятельно. По всей республике неустанно предлагают руку помощи несколько тысяч социальных работников. Вы всегда будете рядом с тем, кому сложно, с тем, кому трудно, и всегда придете на помощь, и всегда протянете руку, свою добрую руку и откроете свои добрые сердца. Самые чуткие специалисты получили из рук Михаила Игнатьева грамоты и благодарности. Дипломами были отмечены Центры социального обслуживания. Людмила Кириллова стала заслуженным работником социальной защиты населения. Вот уже более 27 лет она помогает детям из малообеспеченных семей встать на ноги. Мне, конечно, очень приятно получать такую награду. Это все-таки, я считаю, очень высокая награда для меня. И эта награда меня вдохновляет. Хочется мне работать, еще больше хочется стараться. Мы принимаем людей, делаем добро, они от нас уходят очень довольны. Вот это для меня, я считаю, что важно. Люди, которые становятся социальными работниками, выбирают эту профессию по зову своего сердца. Ведь чтобы помогать нуждающимся людям, необходимо не просто желание, необходимо призвание. Татьяна Леонтьева, Сергей Рябчиков, Республика. Благодарность главы Республики получила Алифтина Салтыкова. Наша съемочная группа отправилась в Маргаушский район, чтобы посмотреть, как проходит рабочий день лучшего специалиста по работе с людьми. Алифтина Салтыкова ходит на работу как домой. И это не преувеличение. Там ее постоянно встречает большая и дружная семья. Люди, которым необходима ее помощь и забота. Сейчас в отделении социального центра Маргаушского района проживают 15 человек, которые требуют постоянного ухода. В основном из ближайших районов. В этом работе я нашла себя. Это наша семья. Нравится мне, нравится им помогать. Мне легче становится. Вместе переживаем. Также своими проблемами с ними я решаю иногда. Вместе радуемся. Все вместе делаем. Тяжелое, тяжелое, конечно. Конечно, многие пришли и уходят. Но привыкла. Все мы, наверное, привыкли. Уборка, готовка, стирка – лишь часть того, что Алифтина Салтыкова успевает сделать за день. Все расписано буквально по минутам. Но в суматохе будничных дел она не забывает о самом главном – об общении с пожилыми людьми. Вместе с ними она читает газеты и смотрит фильмы. Организовывает прогулки и экскурсии. Делает все для того, чтобы ветераны не скучали. Хорошие. Никогда мы грубого слова не слышим об них. Заведующий тоже. Как зайдет, так здравствуйте первым долгом. Совсем недавно все обитатели и работники социального центра переехали в новый дом. До этого пожилым людям приходилось ютиться в старом деревянном здании. Как говорят сами пенсионеры, теперь за медпомощью далеко ходить не надо. На втором этаже этого здания располагается районная больница. Всего в центре по смене работают четыре специалиста. У Алифтины Иосифовны стаж работы около 15 лет. Она очень трудолюбивый человек. Быстро может найти подход к нашим ветеранам, понять их, решить их проблемы жизненные. И в последней работе она оказывает нашим ветеранам, которые нуждаются в посторонней помощи, в социальные услуги. Люди, которые волей судьбы оказались в такой жизненной ситуации, особенно нуждаются в заботе, внимании и поддержке. Именно такие люди, как Алифтина Салтыкова, помогают пенсионерам чувствовать себя не одинокими в нашем мире. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаммедов, Республика. В Татарстане открылся Иннополис. Это новый город, недалеко от Казани, экономика которого основана на высокотехнологичных индустриях. Еще идет первый этап строительства, но уже функционируют технопарк, университет, спортивный комплекс и студенческие кампусы. В день открытия в Иннополисе прошел полуфинал Всероссийской Олимпиады по робототехнике. В нем приняла участие и команда из Чувашии. С роботами, представленными на Олимпиаде, познакомился и премьер-министр Дмитрий Медведев. Робототехника – это удивительное занятие. Нужно быть и математиком, и физиком, и компьютерщиком, программистом, и разбираться в механике. И в конце концов это просто интересно. Искренне вам завидую, потому что у вас такие фантастические возможности проявить себя в таком интересном деле. Роботы, созданные в разных уголках нашей страны, заполонили три огромных этажа университета Иннополис. Они ездят, взбираются на горы, различают цвета, ищут выход из лабиринта и даже играют в футбол и боулинг. Команда из каждого города подготовила своего робота-исследователя. Этот, например, умеет карабкаться по вертикальным поверхностям. Такому малышу и горы не страшны. Молодцы. Здорово. Спасибо. Буду надеяться, что это когда-то превратится в большой проект. Чувашию на Олимпиаде представляли 50 человек на различных площадках. Самые маленькие презентовали роботов-исследователей. Каждый старался воплотить свои мечты. А грезят ребята, как оказалось, о небе и звездах. Например, такой робот может без проблем оценить уровень загрязнения на любой планете. А этот передвигается по сложным каменистым поверхностям. Он может ездить, бурит скважины, исследует их. У него есть два режима исследования. Он исследует камни. Это первая модификация. Вторая модификация. Он может загладывать лунки, которые пробурил своим буром. Понятное дело, что не все они могут еще делать сами. Это нормально. Но и дети. Поэтому надо снисходительными быть, давать попытки. Потому что далеко не с первого раза у них все получается. Это благо не всемирная Олимпиада роботов. Здесь мы можем им дать поблажки небольшие. Тут еще все не так серьезно, как в Катаре будет. Именно в Катаре в ноябре этого года состоятся всемирные соревнования. Попасть туда посчастливится только самым лучшим. А кто ими станет, зависит только от самих ребят. Анастасия Алексеева, Андрей Спиридонов, Республика. В Чебоксарах сотрудники госнаркоконтроля пресекли очередную попытку распространения наркотических средств и их аналогов. Преступники сбывали товар под видом удобрений для цветов через сеть нелегальных торговых точек. Открыли 4 магазина, набрали сотрудников, обучили всем тонкостям продажи особого товара и как действовать при проверке полиции. В мае 2015 года вступил в законную силу приговор Ленинского районного суда города Чебоксара в Чебоксарской республике в отношении двух жителей Республики Татарстан. Вместе с ними осуждены 7 жителей Чебоксар и Новочебоксарской, увлеченных в деятельность организованной преступной группы. Организаторы-участники преступной группы отслеживали действующее законодательство. И как только реализуемое имя вещество официально было внесено в список наркотических средств, запрещенных к обороту, они тут же МИО меняли на другое, не внесено в список запрещенных. Поэтому, несмотря на неоднократные проверки их деятельности сотрудниками правоохранительных органов, не сразу удалось привлечь их к уголовной ответственности за незаконный сбыт аналогов наркотических средств. Однако преступники начали одного обстоятельства. Каждый вид нового дурманничьего зелия, который они выставляли на прилавок, по своей химической структуре сходен с наркотическими средствами, запрещенными к обороту, является их аналогом. А за сбыт аналогов в своем оконодательстве также предусмотрена уголовная ответственность. В Калининском районе Чебоксар ведется строительство многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Как продвигается работа, узнавала наша съемочная группа. Забудьте о бумажной волоките и многочасовом стоянии в очереди. С ноября 2015 года жители Калининского района столицы смогут получать все необходимые госуслуги в одном месте. Проектом предусматривается размещение 30 окон для приема граждан. 19 из них будет размещено на первом этаже и 11 на втором. Контракт со строительной фирмой, выигравшей аукцион, был заключен 30 апреля. А уже 13 мая рабочие вышли на строительную площадку. Выполнив все земляные работы, заливаются плиты под фундамент. У строительной фирмы большой опыт. Джавдет Алимов рассказывает, что за пять лет они построили три детских сада и три школы. На каждом объекте строители все успевали делать в срок и без нареканий. Автор проекта «Здание» говорит, что в основу положен принцип энергоэффективности. Я считаю здесь самый экономический, теплоэффективный экономический вариант. Потому что мы здесь использовали свой, это чувашский, который выпускает это в Красночатаях. И мы старались, чтобы все российские технологические оборудования. И поэтому у нас вышло вот такой выгодный экономический вариант. До 1 августа строители должны поднять стены, а затем приступить к внутренней отделке и благоустройству. Открытие нового многофункционального центра запланировано на ноябрь. По оценке Минэкономразвития России в городе Чебоксара должны быть построены не менее трех МФЦ в каждом административном районе. Их должно быть не менее 95 точек предоставления услуг. Сейчас в столице республики работают 29 окон в Центральном многофункциональном центре и 19 в ДК «Салют». Но до конца года предполагается создание еще одного офиса в северо-западном районе Чебоксар на улице Эльгера, где будут работать 20 окон. Татьяна Молокова, Олег Якимов, Республика. 12 июня страна отмечает День России. В республике запланировано множество праздничных мероприятий. Главные торжества пройдут в Чебоксарах. На Красной площади на главной сцене 12 июня пройдет церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации. В парке 500-летий на Красной площади жители и гости столицы ожидает концертная программа, развлекательный конкурс и выставка мастеров народного творчества. Помимо главных площадок празднования задействованы центральные улицы города, дворы и муниципальные учреждения. А ведь была праздничная площадка. 12 июня мы отмечаем самый главный праздник День России. И как никогда в этом году мы готовимся к этому празднику. И всех горожан приглашаем 12 июня 17.00 на Красную площадь. Будет интересно, будет весело, массово, патриотично. И мы к этому празднику уже сейчас начали готовиться. На этой неделе в нас проходят праздники. Депутаты Чебоксарского городского собрания в своих округах проводят праздничные мероприятия, посвященные Дню России. И мы говорим, что более 50 мероприятий, посвященных Дню России, у нас проходят в городе. И мы гордимся страной. У нас мощная, могучая страна. Мы гордимся своим президентом Путином Владимиром Владимировичем. Россия богата своими регионами, Россия богата своими городами. И мы говорим, что Россия богата своими жителями. И мы тоже гордимся своими жителями, жителями своего города. И хотим этот день сделать для наших жителей праздником. А мы, в свою очередь, хотим напомнить главные события 12 июня. Массово исполнить российский гимн, посетить уроки игры на гуслях и гитаре, познакомиться с обрядами народов, проживающих на территории России, нарисовать самые известные уголки нашей Родины и завести пушистого питомца. Это не только смогут сделать жители и гости столицы Чувашии. Горожан ждут концертные программы, которые пройдут по всем Чебоксарам по традиции. Основной площадкой станет Красная площадь. Там будут организованы интерактивные конкурсы и программы, различные розыгрыши и акции. В завершении праздника со сцены выступят молодежные коллективы и группы. Главный тренер легкоатлетической сборной страны Юрий Барзаковский утвердил список сборной России, которая будет представлять нашу страну на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Чебоксарах. Однако изменения в составе сборной могут произойти после чемпионата Москвы. В число лучших 48 спортсменок вошла мастер спорта международного класса Анжелика Сидорова. Легкоатлетка выступит за Москву, учувавшую в дисциплине прыжки с шестом. Кроме нее, в состав сборной вошли такие именитые спортсмены, как Дарья Клишина, Екатерина Конева, Сергей Шубенков, Александр Меньков и другие. Именно на этот состав вся легкоатлетическая федерация России возложила большую ответственность и на чемпионате Европы. От них ждут лишь призовых мест. В Парецком районе прошла республиканская спартакиада ветеранов-инвалидов боевых действий и членов их семей. Воинспорт-2015 посвящен 26-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и 70-летию победы Великой Отечественной войне. В различных видах спорта приехали посоревноваться 12 команд. Большинство участников давно знакомы друг с другом. Многих связывают боевое братство, поэтому спартакиада еще и возможность увидеться, пообщаться и в очередной раз доказать, что возможности человеческого организма безграничны. В церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Чувашия Сергей Мельников, глава администрации Парецкого района Евгений Лебедев, а также председатель правления Чувашской республиканской общественной организации инвалидов войны в Афганистане Геннадий Матвеев. Прежде всего я хотел бы передать вам слова приветствия и благодарности от главы Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Он просил вас прежде всего поблагодарить за то, что вы ведете активный образ жизни, активный не только физически, но и активную общественную деятельность. То, что вы остаетесь всегда на передовой в жизни республики. И, конечно, он особенно хотел пожелать вам здоровья и чтобы дух победителя, который каждому из вас присущ, вы передавали молодому поколению. Соревнования развернулись на стадионе Паречи в спортзале Парецкой средней школы, физкультурно-спортивном комплексе «Дельфин». Команды состязались в мини-футболе, беге на 400 метров, прыжках в длину, перетягивании каната, плавании, шашках и других видах спорта. Отдельным пунктом стояла разборка-сборка автомата Калашникова. Инвалиды-колясочники проверили силы в беге на колясках. Как говорят организаторы, с каждым годом в спартакиаде участвует все больше людей. С каждым годом оно привлекательнее становится. Время диктует то, что мы должны вместе, вместе можно быть по-всякому, где-то какие-то сборища. А эти спортивные состязания, они объединяют нас, пусть на фоне спорта соревнулись. Это реальное соревнование, затягивает интересы. То есть нет здесь без участных. Победители и призеры спартакиады получили медали, дипломы Министерства физической культуры и спорта Чувашии, ценные призы Чувашской республиканской общественной организации инвалиды войны в Афганистане. И все же главная победа одна на всех за преодоление. В очередной раз ветераны продемонстрировали силу духа. А общество понимание того, что можно стереть границы для тех, кто потерял здоровье, защищая интересы нашей Родины. Что бы ты пожелал людям, которые, может быть, оказываются в таких уже трудных ситуациях, вот какой, может быть, оказался ты? Что-то не огорчались, что-нибудь? Не падали духом? Главным подарком всем участникам и гостям спартакиады «Воинспорт-2015» стало выступление вокально-инструментального ансамбля «Служу Отечеству». Возвратите непогранно живых сыновей. Сразу две программы национального телевидения «Чуваши» победили на самом масштабном всероссийском фестивале детского телевидения «Включайся». Вчера в Москве завершился конкурс, который называют детским ТЭФИ. 230 работ и две наши победы. Игровое шоу на Абум, где участники соревнуются в знании русского языка, стало лучшей познавательной программой по мнению детского жюри. В программе отправленной на конкурс с нашей бомбочкой за звание подростка самым большим словарным запасом сражались ученики 4-й гимназии. Второй приз и большую статуэтку в виде кнопочки «Включайся» завоевали наши детские новости о Килбупсер. Номинации «Мир новостей глазами детей». Будем подводить итоги мая. Расскажем о самых ярких мероприятиях Дня Победы. Познакомимся с участниками и гостями фестиваля «Волжские встречи». Попробуем выяснить, кто такие депутаты. Творческая группа под руководством редактора Марии Шоклевой подтвердила успех прошлого года. Килбупсер – лучшие детские новости страны второй год подряд. Специальным призом фестиваля также был отмечен короткометражный фильм «Мечта», снятый ребятами из детской студии. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok